Здравствуйте, с вами снова Фантом, серия заметки о магнитостатике. В этом видео мы продолжим исследование магнитного поля проводников с током. Думаю, вы помните, как в прошлом видео были показаны индукционные тороиды, окружающие локальные зоны проводников. Попробуем еще раз проиллюстрировать этот важный момент. Давайте согнем проводник в виде английской буквы V и отсканируем. Причем увеличим ток в нем до такой величины, чтобы были яснее видны мелкие детали. При этом в некоторых местах сенсор может начать входить в насыщение, однако в тех областях, которые нам интересны, перегрузки однозначно не будет. Итак, на скане мы видим локальные тороиды сегментов проводника. Причем вот тут одновременно с тороидом сегмента мы ясно видим локальный тороид маленького участка проводника, имеющий небольшую неравномерность при изгибе. Но главное не это. Вот тут вы можете увидеть явно различимые линии формирования общего индукционного тороида всего большого сегмента проводника, из которого сформирован наш изгиб в виде буквы V. И этот тороид уже принадлежит ему как макрообъекту, показывая нам следующий уровень иерархии. На виде бокового сенсора желтым контуром обозначен наш проводник. Мы видим срезы полюсных тороидов, образованных около угла изгиба на 90 градусов. Можно провести аналогию данных структур с аналогичными наблюдаемыми при сканировании поля кубического магнита. Теперь давайте перейдем к рассмотрению взаимодействия двух проводников. Расположим два прямых сегмента нашего проводника параллельно друг к другу. Как там нас учили в школе? Два параллельных проводника с током в текущем противоположном направлении. Ну, в общем, думаю, вы помните. Для начала, чтобы иметь точку отсчета, снимем скан локальной зоны одинарного проводника с током диаметром 2 мм. Как мы видим, зона индукционного тороида распространяется примерно на 6 мм по обе стороны от оси проводника. Возьмем второй проводник и расположим его максимально близко параллельно первым. Соединим проводники так, чтобы токи протекали встречно. Сделаем скан. На скане с верхнего сенсора мы видим, что индукционные тороиды обоих проводников как бы объединились. То есть, оба проводника на этом виде стали объединены общим индукционным тороидом. Вернее, будет сказать, что мы не можем заметить разницу, где тороид одного проводника переходит в другой. На виде с бокового сенсора, казалось бы, мы можем различить пограничную зону между проводниками. По скану видно, что проводники лежат не совсем параллельно. В верхней части скана ширина центральной части немножко больше, чем внешней. И еще одно наблюдение. Как вы могли бы заметить, структуры изолинии имеют изгибы. Так вот, с разных сторон проводника эти изгибы направлены в разные стороны, показывая нам направление спиновращения индукционного тороида. Вот, оказывается, как неожиданно много позволяет увидеть внимательный анализ карты Зелени. Давайте разнесем проводники на расстояние, равное диаметру проводника, то есть на 2 мм. При этом оси проводников будут находиться на расстоянии 4 мм. Объяснение, почему стоит выбрать шаг изменения расстояния, равный диаметру проводника, будут в свое время даны в нашей теоретической части. Итак, отсканируем проводники с противоположным текущим током и разделенные промежутком в 2 мм. Мы видим, что объединенная зона индукционного тороида также изменила свое сечение. Она теперь имеет размер примерно 14 мм. То есть для сторонних объектов наши два провода по-прежнему индукционно соединены в одно целое. На боковом сенсоре мы видим вертикальную проекцию того же индукционного тороида шириной примерно 14 мм. В центре мы наблюдаем широкую полосу из-за линии. Казалось бы, на данном виде зазор между проводами начинает быть видимым. Однако давайте повременим с заключениями. Увеличим расстояние между проводниками до 6 мм. Мы видим, что объединенная зона индукционного тороида опять увеличила сечение соответственно увеличивающимся зазору. Однако индукционный тороид продолжает оставаться единым. На боковом сенсоре мы видим, что с изолениями на данном виде произошли качественные изменения. Их стало на 2 больше. Однако размер центральной области, которую мы считали отражением зазора между проводниками, не увеличился. Он даже несколько уменьшился. То есть наше предположение оказалось неверным. Сравним карту изолений с бокового сенсора для расстояния 2 и 6 мм. Теперь увеличим расстояние между проводниками до 10 мм. На скане с верхнего сенсора происходят качественные изменения. Мы видим начало разделения наших индукционных тороидов на две независимые части, свои для каждого из проводников. Между ними образуется четко выраженная промежуточная область. На расстояниях между проводниками до 6 мм включительно, тороиды только увеличивали сечение, однако не разделялись. А вот после этой величины, когда зазор начал превышать утроенный диаметр проводника, происходит качественный скачок. Давайте запомним этот факт. На боковом скане мы видим, что зона между изолением проводника также расширилась. Увеличим зазор между проводниками до 14 мм. На скане сверху мы видим окончательное обособление индукционных тороидов проводников. Также в центральной зоне между проводниками появляются изоления с кольцевыми структурами, аналогично наблюдаемым на виде бокового сенсора. На боковом скане посередине промежутка между проводниками появляются две линии уплотнения, похожие на те, что мы видели на боковом скане максимально близко расположенных проводников. Теперь давайте сравним сканы с верхнего сенсора для различного расположения проводников с противоположно направленными токами. Посмотрим на аналогичную картину с боковых сенсоров. Давайте изменим направление тока в проводниках так, чтобы оно стало одинаковым и снимем те же самые сканы. Начнем с максимально близкого расположения проводников. Вид с верхнего сенсора. Сравнить карту изолений для находящихся рядом проводников с однонаправленным и противоположно направленными токами. Проделаем то же самое для вида с бокового сенсора. Повторим все наши действия для различных расстояний между проводниками. Сравнить карту изолений для находящихся рядом проводников с однонаправленным и противоположно направленными токами. Посмотрим на аналогичную картину с боковых сенсоров. Увеличим расстояние до 6 мм и посмотрим на графики. Сравнить карту изолений для находящихся рядом проводников с однонаправленным и противоположно направленными токами. Посмотрим на аналогичную картину с боковых сенсоров. Увеличим расстояние до 10 мм. Сравнить карту изолений для находящихся рядом проводников с однонаправленным и противоположно направленными токами. Посмотрим на аналогичную картину с боковых сенсоров. И финально увеличим расстояние до 14 мм. Сравнить карту изолений для находящихся рядом проводников с однонаправленным и противоположно направленными токами. Посмотрим на аналогичную картину с боковых сенсоров. Сравним карту изолений с верхних сенсоров для различных расстояний между проводниками. Проделаем аналогичное сравнение для карт изолений с боковых сенсоров. А теперь давайте согнем один из наших проводников в виде уголка. Мы уже делали подобный скан в прошлом видео, когда формировали змейку из проводника. Нам он будет нужен для сравнения. Итак, вид с верхнего сенсора. Вид с бокового сенсора. Вид с фронтального сенсора. Теперь давайте расположим второй проводник рядом с нашим уголком так, чтобы токи в них текли в одинаковых направлениях. Снимем скан с верхнего сенсора. А теперь скан с бокового. И скан с фронтального. Давайте сравним скан такой конструкции со сканом уединенного уголка. Сменим направление тока через прямой проводник и снимем скан с верхнего сенсора. Снимем скан с бокового сенсора. Снимем скан с фронтального сенсора. Снимем скан с верхнего сенсора. Снимем скан одинарного уголка и уголка рядом с прямым проводником. Верхний сенсор. Боковой сенсор. Фронтальный сенсор В заключении давайте сравним сканы взаимодействия уголка с прямым проводником при изменении направления тока в последнем на всех трех сенсорах. Верхний сенсор Боковой сенсор Фронтальный сенсор Надеюсь, уважаемые зрители, что сегодняшнее видео даст вам много пищи для размышлений. На этом давайте завершим сегодняшнее видео. Благодарю вас за внимание. Увидимся в следующих роликах. С вами был Фантом. 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 Фантом.